Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Друзья, это телерадиоканал Страна ФМ Это потрясающее весеннее утро, несмотря на морозы и сугробы и метели Мы продолжаем вот в приподнятом настроении, а мы это Влад Кутузов Валерия Майорова, добро весеннее как-то, да, сегодня как-то вот в связи с тем, что там по колено Не очень как-то весеннее Знаешь, почему у нас весна в эфире? Потому что у нас девушка очаровательная в гостях Да, друзья, кто нас смотрит прямо сейчас можете увидеть уже Но кто нас слушает, мы сообщим с большой радостью, в гостях у нас сегодня Тата Бондарчук Ура! Телеведущая, актриса, журналист и, как она сама сказала, скромно начинающий блогер Хотя у нее там огромное какое-то фантастическое количество подписчиков, которые отслеживают просто каждый-каждый шаг Слушайте, я не могу добавить, просто крайне приятный вообще не человек, мы-то уже знаем И очень красивая девушка, спасибо тебе, что пришла, доброе утро Доброе утро, очень приятный день начинать Как там вообще вот, аутсайд, там все происходит Там за пределами студии вашей не очень, здесь намного теплее и приятнее Вот, тепло, уютненько, так что давайте-ка располагаться и прекрасно беседовать Кстати, ребята, друзья, товарищи, слушатели и зрители, если у вас будут вопросы, то 8909-928-189-9 Я думаю, что Тата с огромным удовольствием на все, ну может быть не на все, но на некоторые из них обязательно ответит Вот что, у нас сегодня потрясающий повод есть для встречи Есть такой Это твое сотрудничество с группой Марсель Да Вот давай рассказывай изначально Ты давно знакома с ребятами или вот знакомство только недавно произошло? Нет, мы с ребятами познакомились совсем недавно, как раз накануне Подготовительный период съемочный период подготовительной клипа Мне написала Катя, это вот жена Степы, солиста группы Марсель То есть она тебя одобрила? Она мне написала, дело в том, что, ну я могу рассказать сразу, как я попала вообще туда Я выставила в Инстаграме своем, о котором вы уже сейчас так громко говорили Выставила кинотест, это такая вот история, которую актеры начинающие Да, то есть как вроде того Выставила этот кинотест И ровно ночью мне написала Катя, что у меня есть суперидея Мы не можем найти героиню для нашего клипа, вот нового И вообще мы увидели с ребятами, поняли, что вот ты то, что нам надо И я была в шоке, потому что я ребят обожаю просто с подросткового возраста Их музыку, мне они очень нравятся И ничего лучшего я представить не могла, как вообще дебютировать по-другому в съемках Слушай, а ты выставляла вот этот кинотест, ты не знала еще, что они собираются снимать клип? Нет, ни в коем случае вообще не знала Это нейтральный такой был вариант, да? Нет, я не знала, я с ними не знакома была, я не знала вообще, что у них там происходит Вот Катя мне написала, и я, конечно, сразу согласилась Слушай, а получается кинотест, то есть это вот прям самое начало, начало твоей карьеры Ты до этого нигде-нигде Да, более того, я это даже сделала, ну то есть я на телевидении работала, да, не очень долго, но тем не менее на Матч ТВ Вот, и после этого у меня был перерыв, и я все там занималась какими-то более организационными моментами Я была за кадром, как бы, то есть у меня там готовится короткий метр, вот я продюсирую его Вот, ну какие-то такие дела больше, а в кадре нет И вот после кинотеста так каким-то волшебным образом сложилось, что теперь я снялась в этом потрясающем, на мой взгляд, вообще, проекте Слушай, вот то, что визуализация животворяющая делает То есть человек захотел раз и прямо откликнул вселенные мгновенно Я тоже хотел сказать, чудеса-то случаются Да Мы-то иногда думаем, что нет, а вот и да Так, я так понимаю, что мы... Да, мы скажем, наверное, что клип-то выйдет он позже, да, в начале апреля В полноценный клип вот с твоим участием уже, да, финальный вариант Точно, я не уверена насчет дат, конечно, в начале, середине или в конце, но в апреле, вот так же мне сказали Давайте, знаете, как сейчас поступим? Мы послушаем эту песню районными кварталами, мы посмотрим лирик-видео, а потом уже ты нам приоткроешь все вот эти тайны, как все там происходило Будет сделано Потому что, насколько я знаю, там совершенно грандиозный проект Да, все узнаем, что Лера, это даже не лирик-видео, насколько я знаю, это концертный вариант, вот концертная съемка, да, песня Ну вот почему ты все время знаешь больше, чем я, ты не знаешь? А потому что интересоваться надо материалом, Валерий Да, просто, да Итак, Марсель прямо сейчас районными кварталами на телерадиоканале Страна ФМ, поехали Вот целые реки эмоций у нас сейчас, и самое главное такое предвкушение, предвкушение, что же там будет, какой грандиозный проект Я знаю, что там были такие, ну, толпы народа задействованы, прям массовка огромная, давай, 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 давай секреты Так, массовка действительно была, это, кстати, был, наверное, один из самых сложных процессов, поскольку сорганизовать большое количество людей, это и в кино всегда очень тяжело А с клипом еще такая история, что дней совсем мало, да, причем три дня, это вообще много для съемок клипа Обычно клипы снимаются за один день, ну, там, два, наверное, максимум, а здесь, поскольку у нас получился такой не просто клип, а мини-фильм, вот, все было очень по-взрослому и по-серьезному Слушай, а вот по поводу взрослого и серьезного, нам сейчас, так вот, по секрету сказали, что впервые, вот, именно в этом клипе Ча, мне страшно стало прям Ты что, ты мне не помогаешь? Стоит ли раскрывать? Я думала, что ты мне припасешь, а ты мне не помогаешь, но что Степа, он выступил не только вот исполнителем, да, но и сценаристом Да, это действительно так, и это чувствовалось вообще всегда на съемочной площадке, потому что периодически Степа подскакивал к нам с моим партнером Егором Начинал объяснять что-то там, вот, как режиссер, то есть он действовал как соавтор, сценарист, автор идей, режиссер При том, что режиссер Олег Кутузов замечательный, талантливый тоже очень, вот, но они как-то, вот, какая-то гармония, конечно, была полнейшая на площадке И Степа подходил, там, ко мне вот лично ставил задачи, там, по эмоциям, по всему, потому что мне это было очень важно, поскольку я дебютировала И я, несмотря на то, что много раз наблюдала за съемочным процессом кино, вот, я никогда не принимала непосредственного участия, вот И, конечно, у Степы есть вот это вот, помимо такого таланта музыкального, да, еще и оказалось, ну, то есть для меня оказалось, я, может, думаю, все остальные, кто дольше его знает, об этом и так знали Такой организаторский и еще и режиссерский, в общем, творчественный, я думаю, талантливый человек, талантлив во всем Это действительно о нем Ты же его не знала, да, Расимаку вообще? Нет, я его не знала А ты ему произнесла вот эту фразу фундаментальную, вот, Степа, на ваших песнях я выросла Ну, на самом деле, вы знаете, у нас так сложилось, меня ребята настолько здорово приняли, хорошо, как свою В первый же момент я, мне даже было как-то это не нужно говорить, наверное, то есть я, безусловно, я это говорила, вот Вот, но не было вот этого ощущения совершенно, что, потому что для меня, вот, на самом деле, у меня мало есть каких-то таких вот артистов, наверное, на которых я смотрю, прям, вот, знаете, как вот на звезды Затаи дыхание И ребята при всей своей такой незвездности, ну, натура у них, да, совершенно, они очень простые, очень душевные Ой, я сейчас буду плакать, просто мне кажется, я по всем уже очень скучаю Вот, и Катя потрясающая, которая, жена вот Степы, которая неотъемлемая часть, конечно, я считаю, группы, вообще коллектива, душа, муза, я не знаю Вот, и благодаря ей, в том числе, я себя чувствовала сразу в своей тарелке, своей, в общем, тоже частью как-то всего этого Слушай, ну вот интересно, да, ты пришла, да, но они тебя увидели в сети, тут же ты пришла, они говорят, а почитай нам какую-нибудь басню, да, ну, кастинг, как он происходит? Нет, больше всего я боялась, что я приду, мне скажут, да, на видео в Инстаграме ты посимпатичнее Видите, как часто бывает, о, да, ты совсем, конечно, другая, ребята, срочный кастинг Ну, к счастью, этого не случилось, правда К счастью, этого не случилось, вот Нет, никаких не было, конечно же, такого не было, никаких проб больше, да, то есть мы как-то, видимо, это было уже понятно, вот, как я уже говорила с первого момента, что все у нас сложится И я училась прямо на площадке, то есть для меня было это очень важно, потому что я очень боялась подвести Я настолько благодарна ребятам, что они мне вообще дали вот эту возможность, да, и что это произошло совершенно каким-то волшебным образом А ты вообще вот перфекционист такой, да, то есть ты, если за что-то берешься, прям от и до Ну, вы знаете, вот, для меня это страшнее всего, это подвести других людей, да, то есть я должна быть уверена, что я точно могу, понимаете? Я расспросил, я представляю, вот приходит Тата, и он говорит, ты красивая, ну, прочитай нам басну Крылова, пожалуйста Ну что, ну что, знаешь, очень всякие странные бывают ситуации на кастингах, никогда не угадаешь Друзья, у нас небольшой перерыв, напомню, у нас в гостях сегодня Тата Бондарчук Прекрасная, чувательная, красивая, доброе утро всем, скоро вернемся и продолжим А мы вот верим, что завтра будет совершенно не так, как вчера, потому что каждый новый день дает новые возможности Именно об этом нам сегодня рассказывает наша гостья Тата Бондарчук И вот о том, о ее телевизионном дебюту у нее был до этого, она же была телеведущей, актерский дебют, правильно? Давай вот немножечко к сюжету прикоснемся, так вот, самую тайну, вот скажи мне, там про любовь клип? Ну, про любовь Но? Но скорее про какое-то, наверное, единение душ, про то, что двое человек могут пройти вместе Двое людей, да, я Могут пройти вместе любые трудности, если так повезло То есть каждый человек, по сути, одиночка, да, но если так повезет, что ты встретишь человека, с которым у тебя случится какой-то такой, не знаю, господи, даже как сказать Ну, просто вот вы созданы друг для друга Если просто ты встретил своего человека, да, то с ним ты можешь пройти любые трудности совершенно У нас там с Егором трудности ого-го какие У нас они совсем в таком преувеличенном формате Вот, и мы, в общем, спасаемся там, да, от неких злых сил Вот, и периодически вот ребята-участники группы, они то там добрые ангелы, то черные ангелы, так можно, наверное, сказать, да, плохие Вот, и мы, в общем, всю дорогу, весь этот клип спасаемся и спасаем друг друга И дальше не скажу, что еще То есть это такая фантастика, драма Это немножко, вот я, у меня лично такое ощущение, я не знаю, насколько ребята вкладывали это Это как будто бы такой постапокалиптический мир, да, то есть как будто бы вообще, в принципе, мы остаемся вот вдвоем То есть там есть, опять-таки, когда вот мы снимали съемку с массовкой, да, то есть они вроде бы там есть, но они немножко как зомби такие, да, то есть по внешнему виду, конечно, там все прекрасные и красивые, а именно по ощущениям, то есть они отсутствующие такие, да, и вот мы в центре там всего этого происходящего находимся И, конечно, ощущается, то есть такой истории любви прямо линии нет, но мы с ним как такие два прям партнеры, да, которые друг без друга совершенно не могут Слушай, мне кажется, извини, Лера, пожалуйста, надо уточнить по поводу личности Егора, потому что же в прессе недавно появилось сообщение, что якобы снимался Егор Крит в клипе «Новом Марселе», да, и что там вообще за история, что произошло-то? Ну, к счастью, снимался Егор Заховаев, это прекрасный актер из Санкт-Петербурга, вот, которому вот от меня лично огромное спасибо, потому что он тоже суперталантливый, нереально органичный, и просто каждый раз, когда мы шли на плейбэк, чтобы посмотреть вообще, что мы отсняли, я смотрела и думала, ну как вот ты можешь так выглядеть вообще, почему я выгляжу вот так, а ты так? То есть он какой-то совершенно прекрасный, и мы его называли там наш Марлон Брандо, вот, и помимо того, что он прекрасен снаружи, он еще и действительно очень оказался таким другом, то есть он мне очень помогал, поскольку я только начинаю, для меня это было очень важно Ну ты ему тоже помогал, наверняка же Ну я думаю, наверное, это же всегда энергообмен, правильно? Может быть, никто об этом не знает, а Егор уходил в перерывах там куда-то, где его никто не видит, плакал, и как же, как же она играет? Конечно, вряд ли, но я думаю, у нас такая сложилась гармония, вот эта рабочая, что мы друг другу, наверное, действительно помогали, и все получилось Так, а история-то про Егора Крида, ты приоткрою, каким образом затесался сюда исполнитель? Я так понимаю, что брали интервью у ребят, у Степы, Жени и Митя, и они не могли сходу так вспомнить фамилию Егора, и кто-то из них пошутил, да, кто-то из них пошутил, и вот так журналисты подловили этот момент, видимо, заголовки получились яркие, да Вот, ну хорошо Вы знаете, я считаю, что это скорее удел гениев, вот именно такая позиция, да, а так, мне кажется, что можно совмещать все-таки, потому что у меня лично, вот у меня есть дети, и они очень радуются, если у меня что-то получается, и я потом возвращаюсь к ним с таким же рвением, с такой же самоотдачей, да, потом также я иду на работу, вот как вот сейчас было с клипом, поэтому мне кажется, нужно просто найти баланс, и это всегда возможно Ну вот, кстати, о балансе мы поговорим чуть подробнее в следующем выходе Да, у нас в гостях Тата Бондарчук, друзья, скоро к вам вернемся Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Ох, наше утро продолжается, и как раз-таки Егор Крид сейчас спел песню «Красивая мечта всех девчонок», а мы возвращаемся к такой теме, на которой мы остановились, и она как бы подвисла в воздух, потому что мы уже пытались ее обсудить вне эфира, но решили не распаляться и все выдать здесь перед лицом и перед душами наших слушателей и зрителей Так вот, когда ты только вышла замуж, когда родились дети, ты практически во всех интервью говорила, что для меня семья — это приоритет, семья всегда на первом месте, я отодвигаю карьеру и все-все-все А вот сейчас, получается, все равно как-то хочется самореализации Безусловно, семья для меня на первом месте, то есть дети, муж, вообще семья — это номер один, родители и так далее, но я считаю, что при этом не должно, наверное, страдать мое личное, да, потому что я, да, вот мне даже смешно сейчас слышать, что когда-то я говорила, что все остальное — это не важно, и действительно было так Я вообще раньше была очень категорична с возрастом, как-то с годами, с опытом я расту, больше узнаю, меняюсь, узнаю больше там количества людей, в принципе, как-то самообразовываюсь, да, и поэтому, конечно, теперь немножко у меня другой подход ко всему Потому что в один момент меня очень срубило вот даже физически, психологически тот момент, что я вот сижу и особо-то ничего не делаю Да, ну то есть нет, дети — это тоже, конечно, работа, да, то есть не все работают именно вот, работают, работают, да, именно занимаются только семьей, я тоже это уважаю очень Но я поняла, что вот моей натуре львиной не хватает совершенно от какого-то, мне нужно всегда люди вокруг, мне нужно обязательно что-то делать и к чему-то вообще прикладывать, в общем, усилия и чего-то достигать, добиваться Поэтому я, в общем, надеюсь, что сейчас я положила этому начало, старт, благодаря вот, благодаря ребятам и что дальше как-то получится, в общем А твоя семья, вот она тебя поддерживает в этом начинании или все-таки не до конца они понимают? Говорят, ну чего тебе не хватает? Нет-нет, меня поддерживают, безусловно, поскольку у нас все очень деятельные, да, и творческие, и вообще существует у нас такое понимание, что когда люди занимаются, наверное, одним делом, да, то есть... Ну, как-то, наверное, это больше объединяет и так далее, вот, но у меня не было никогда, во-первых, такого, что для меня важно, я никогда не приходила, не говорила Ох, как это я вот в такой семье, давайте-ка снимать меня будем, да, то есть я поэтому очень счастлива, что у меня сложилось само по себе То есть у меня действительно как-то это мой путь сейчас, я вот больше всего даже рада этому, то есть это для меня какой-то подарок судьбы Вот, но при этом мои родные, там, все, они меня поддерживают, желают удачи мне, но я чуть-чуть такой, даже я не знаю, как это сказать Правильно обозвать себя немножечко и так пытаюсь все-таки идти своей дорожкой, да, то есть все-таки Свои контакты заводить, свои вообще, то есть ребята, вот, незнакомые с моей семьей, например, да, то есть это мои люди Ну это же правильно, да, а деткам сколько, если не секрет? Одной пять, а второй будет четыре в мае Как ты их называешь, мои принцессы, мои королевы? Ну нет, вообще-то нет, они у меня, я даже не буду говорить, я над ними издеваюсь постоянно В хорошем смысле этого слова, в хорошем Ну у меня, во-первых, младшая, она у меня такая, она у нас очкарик, я ее называю бабулей Бабуля не обижает, не обижается, нет? Она ночью смеется, или пиратиком, ну то есть мы всегда на чувстве юмора каком-то вот выезжаем Ну а девчонки тоже с чувством юмора, да, как нормальная часть? Абсолютно, да, они друг друга, они тролли у меня маленькие, то есть они уже и друг друга троллят, и меня, и я их, ну они, конечно, сладкие очень Я просто к тому, что дети на самом деле, ну маленькие дети, маленькие проблемы, говорят, большие побольше, да, но все равно они подрастут, у тебя будет просто свобода в миллион раз больше, потому что они будут потихонечку жить уже своей жизнью Да, ну вы знаете, у меня просто, меня очень сильно освобождают, так плохо говорить, конечно, не освобождают, но у меня, мои родители абсолютно помешаны просто на моих детях, поэтому они очень часто мне, давай, я все делаю свои дела, все нормально, вот, и поэтому дети совершенно счастливы со всех сторон, бабушка и дедушка Кстати, вот про чувство юмора, друзья, я хочу подробнее поговорить про эту черту, которая в Тате присутствует в огромном количестве, но, наверное, я так поняла, нам нужно прерваться Да, мы сейчас прервемся, Тата Бондарчук у нас в гостях, друзья, скоро вновь здесь появимся на стороне ФМ, доброе утро Телерадиоканал Страна ФМ, Валерий Майор, Влад Кутузов, но это не главное, потому что главное сегодня Тата Бондарчук, который у нас в гостях утром, ранним утром, привет, еще раз спасибо, и мы продолжаем Слушайте, ну про чувство юмора, вот ты как-то так, вот я тебе говорю, там, блогер, начинающий блогер, ты говоришь, да нет, я веду свою личную страницу, но тем не менее, ты блогер, на тебя подписано огромное количество людей И как вот твою изюминку, как черту, за которую они тебя обожают, они все время выделяют твое чувство юмора искрометное, что ты делишься какими-то непосредственными, живыми, смешными историями в своей жизни, то есть ты не боишься быть вне гламура, не боишься показывать какие-то вот простые человеческие радости и горечки Я и гламур, это вообще две абсолютно разные планеты, я совершенно другой человек, я про то, чтобы поржать над собой, над другими тоже, на самом деле, но больше над собой, мне кажется, это вообще залог успеха Если ты умеешь посмеяться над собой, если есть чувство юмора, ты не относишься к себе слишком серьезно, значит вообще ты можешь с любым человеком сойтись, к любому найти подход, вот, выйти из любой конфликтной ситуации и так далее и тому подобное Очень часто, на самом деле, люди, которые не имеют такой черты, они очень странно так реагируют, да, на такой подход, но потом тоже все равно это топит сердца, скажем так Ну можно и так сказать Так, а вот примерно, что за смешные истории ты там излагаешь? Что с тобой приключается? Я даже, если честно, так не могу сейчас навскидку вспомнить, у меня, наверное, самое вообще смешное, что у меня происходит, это касательно детей, да, там, или А, ну я вот, например, у меня была смешная история, когда я выложила в истории, вот в инстаграм, да, там выкладывают, что мой муж ударил меня ночью случайно, пока я, ну, во сне я пошла просто взять там зарядку с его стороны, и он меня ударил головой в нос Ой! И я написала там, что, когда муж лунатик, в ночью случайно ломает нос, и везде были заголовки повсюду, то есть, что, вот, мол, Татья Бондарчук Дожили! Супруг сломал нос, избивает ее там чуть ли, то есть, вот такая была Они же убирают самую суть, оставляют И мне потом, на следующий день, такие мои родные все, пошутила? Нормально все, да, у тебя? Хорошо себя чувствуешь? Вот, поэтому, вот, у меня как-то вот так иногда бывает, меня люди не совсем иногда понимают, потому что у меня бывает черный юморок, вот Ну, вот это вот из-за того, что я сейчас могу вспомнить Слушайте, мы хотели к клипу еще вернуться, но прежде я хотел задать еще, знаешь, какой вопрос тебе? Если бы тебе предложили, ну, правда, интересно Миллион? Нет, нет Миллион Окей Если бы тебе предложили Я бы снялась у Егора Кридов Молодец за миллион Мне нечего больше спрашивать Я хотел спросить вот о чем Если бы тебе предложили серьезную роль на выбор, тебе бы ближе всего, что было бы? Комедия, ну, какой-то, может быть, триллер или какая-то Драма Такая совершенно слезоточивая Вот, вот, что тебе хотел Такая вот первая серьезная тварь С чего хотел начать? На самом деле, вы знаете, вот, я не совсем понимаю Когда ты шутишь в жизни, ты так же шутишь легко перед камерой То есть, вот, мне Я не понимаю, наверное, конечно, я человек про комедию больше Ну, вот и да Да Ну, там, может, драмеди Да, вот, что-то такое То есть, где-то, может, драмы немного Потому что сейчас вот как раз-таки в клипе, к которому мы будем возвращаться У нас там такое было, какие-то немножко взгляды томные Там вот это все, и мы немного с Егором двигались постоянно в рапиде Ну, то есть, в замедленном таком И потом я понимаю, что после того, как мы заканчивали снимать Я продолжаю немножечко так двигаться и моргать И даже где-то замедленно разговаривать Вне кадра уже Вне кадра уже, да Вживаться Да Вот, то есть, там такое было, конечно, более драматично что-то Ну, и экшен, конечно, был То есть, там такое немножечко этот боевичок такой мини А вот какие там были погодные условия и вообще прочие условия Мы узнаем уже в следующем выходе Да, скоро продолжим Ну, мы сдаемся, мы сдаемся Потому что мы уже все в предвкушении этого клипа Нам так вот, мы уже очень многие вещи знаем Нам так хочется посмотреть Посмотреть, когда будет премьера? Еще раз расскажи нам Будет в апреле Ну, я слышала, что в начале А там кто знает Потому что постпродакшн это достаточно сложный процесс Длительный, вот, поэтому, ну, в апреле Цвет коррекции там все Да, 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 да Чтобы были красивые, идеальные, без прыщей и так далее Речь идет Ну, о чем вы говорите? Речь идет о новой эпи О клипе на новую песню Райными кварталами группы Марсель Да, совершенно верно Кто забыл или кто подключился к нам Да, и ты нам обещала рассказать, как все это снималось Потому что ведь были непростые именно погодные условия Да, последний съемочный день был Самый тяжелый в плане погодных условий Потому что мы снимали на улице Был минус 20 там с лишним Мы снимали до 2.30 ночи Хотя у меня должен был быть поезд У меня был сапсан в 7 вечера И в итоге я поменяла на следующий день билет И мы снимали до 2.30 ночи И ночью мы снимали на улице Ветрено, было очень холодно Мы стояли по полчаса там в кадре В летних сарафонах? Ну, мне повезло У меня было очень много слоев одежды Я смогла свое термобелье надеть под это все Но, тем не менее, все равно это было адски холодно Потому что не грели ни стельки У меня вообще еще сломанные попались какие-то эти стельки Вот, знаете, подогревающие Вот, и я не чувствовала пальца на ногах Я просто... мы с Егором одинаково были в состоянии Более того, не только мы, ребята тоже И Степа, Женя, Митя Они все же тоже снимались Они же там поют, в общем-то Не только же наша история То есть они еще там тоже участвуют Вот, и все мерзые приходили в этот гримваген Греться чаем И там такая воздухогрелка Я не знаю, как она называется Как называется? Пушка тепловая Да, пушка тепловая Вот, точно В общем-то, не все, что спасала Я прям чувствую, Валерий хочет спросить А чем вас отпаивают? Ну что же, я ее не спросила Он насколчаем А пусть где-то останется за кадром Слушай, ну и насколько знаем Ты же говорила о том, что после этого У тебя прям поменялось отношение к Питеру Не слышишь, что он был плохим А стал хором По-другому ты стал все это ощущать Я всегда любила этот город Но ребята для меня его открыли Совершенно другой стороны Во-первых, потрясающие люди Они... вот, знаете, что ни говори Все-таки какая-то вот чувствуется У них вот эта внутренняя культура Интеллигенция, да Мне кажется, это впитывается С молоком матери просто У питерцев Вот, и когда ты едешь в машине Там на съемочную площадку А тебе каждый человек Абсолютно любой Кто бы это ни был Начинает рассказывать О каких-то исторических Там моментах на каждой улице На этом мост такой Здесь то, здесь другое Я сижу, слушаю Просто влюбляюсь все больше и больше Потому что это, конечно, потрясающе Да, ты удивительный волшебник И волшебник тоже Волшебница Крайне приятный собеседник Спасибо большое У нас время заканчивается Друзья, пожалуйста, ищите В интернете Скачивайте новую песню Группы Марсель Районами и кварталами И заказывайте в программе По заявкам И в начале апреля Появится клип С участием Таты Мондарчук Которая у нас была сегодня в гостях Спасибо тебе Спасибо большое Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому